Я нашла новую порцию невероятно интересных инструментов искусственного интеллекта, которые меняют нашу жизнь и преодолевают границы возможного. От упрощения рутины задач до возможности делать вещи, которые мы никогда не думали будут возможными. Эти инструменты действительно меняют игру. Сегодня я покажу четыре моих новых любимчика и объясню, почему они революционны. Так что оставайтесь на связи, потому что будущее искусственного интеллекта начинается с этих инструментов. Все эти четыре тула, они сами по себе очень крутые, но я вчера заметила, что я их могу комбинировать и вырисовывается очень хороший персональный ассистент. Первый инструмент стал моим любимчиком и стал мне заменять чат GPT. У него очень много разных функций, но одна из них стала прям моей любимой, которая сэкономит тебе время на 50%. Я очень много читаю статей, я очень много анализирую в интернете и, пожалуй, иногда на одну статью уходит очень много времени. А так как мне нужно в день поглощать очень много информации, с этим тулом я могу это делать в два раза быстрее. Он помогает мне с огромнейшего текста за 20 секунд или даже меньше выписать самую суть. Сейчас покажу. В чат GPT мы знаем, что нужно заходить на их веб-сайт, иногда он перегружен и так далее. Этот тул ты устанавливаешь к себе в браузер как экстеншн, и он на тебя работает на постоянной основе. Ты заходишь на любой сайт, и чтобы дать ему любую значку, ты нажимаешь Command M, и у тебя выходит этот мермен. И ты уже задаешь все, что угодно. Что мне больше всего нравится, что я использую больше всего, так это вот. Пример, я захожу на сайт, я вижу здесь статью, и она очень длинная, да? Я хочу понять, стоит ли вообще эта статья моего внимания. Я выбираю статью, нажимаю Command M, ведь она уже выбрана, и я пишу Все, она полностью читает статью и выписывает мне суть, о чем здесь говорится. И я уже выбираю, есть мне смысл читать у нее, либо нет смысла читать. Единственный минус, что у нее есть лимит на 3500 слов. Поражает очень круто, прям стала моим мебиночком. Что она еще может? На самом деле можно на очень много классных вещей. Она еще может нам писать ответы на комментарии, либо комментировать что-либо, либо писать имейл. Один из самых больших применений, это расшифровывать посты Илона Маска. Он всегда пишет что-то очень заумное, а ты захочешь еще и ответить заумно. Пожалуйста, ты выбираешь конкретный текст, пишешь Command M и пишешь «О чем сказал Илон?» и напиши интересный ответ. Интересно, теперь ты будешь расшифрователем Илона Маска. Также, что оно еще умеет, давать ей какие-то разные советы. Я вчера спрашивала очень много разных советов у нее, и меня она поражала. Ты стала как моим ассистентом. И самое прикольное то, что не надо как в чат-репетист заходить на сайт. Ты просто с Command A вызываешь Мерлин, и сразу же заешь ее вопрос, и она тебе отвечает на это. На сайте тоже видно, что она еще может нам, вот как менять, писать суть огромного текста. Она может, кстати, писать формулы и коды, если вы используете особенно Excel, она может вам в этом помогать. Ты пишешь мне «Напиши Google Sheet формула, чтобы найти CA in a cell». Все, и она тебе пишет формулу, что ты ее вставляешь, она для тебя это решает. Она может тебе писать имейлы, ответы на имейлы. Она может комментировать тебе длину документа и делать это более в shorter version, более в короткой версии. Генерировать идеи для твоих маркетинг-кампейнов. Ты говоришь «Write me a script to promote this SaaS tool». И она тебе пишет сценарий. Я вчера, кстати, пробовала, она написала сценарий начала моего видео. Кстати, вот то, что было, это написала мне как раз Мерлин. Что она еще может? Она может писать коды. Вчера я попросила Мерлин написать мне код пепсайта для моего будущего курса по криптовалютам для женщин. Она мне написала этот код в джаве. И дальше что получилось? Я взяла этот код, и я, так как я не кодер, но я примерно знаю, что нужно использовать Visual Studio Code. Я туда зашла, начала вставлять этот код, я не кодировала раньше на джаве, и у меня куча разных проблем. Вылазила, я не понимала, как мне просто проверить код, который она мне написала. И в итоге, ребят, это, честно, я вчера просто наслаждалась. Я человек, который задает очень много вопросов. Что было у меня в чатам GPT? Я напишу, как мне написать код в джаве. Он мне пишет примеры. Дальше я ему пишу пример. Вот мне написали код, как мне его заранить в VCC. Скинула код, который вот этот код написал мне вчера Мерлин. И мне дальше пишет, тебе нужно открыть вот это, сделать вот это, сделать вот это. Не знаю, как вы мне пишете, что оно не помогает вам, но оно мне вчера очень сильно помогало. И вот у нас с ним долгий разговор был, и в итоге, в конце концов, она мне все-таки сказала, что сделать, но у меня не получилось. Поэтому, если у нас в видео сейчас есть кодеры, пожалуйста, напишите, как вы это сделали, и вы вообще освежитесь со мной, и мы снимем крутое видео, как вы пишете код с помощью и обучим этому людей. Кстати, если у вас до сих пор не получается использовать чат-джи-петин или другие ИИА инструменты, я вижу это в комментариях, то скачайте VPN, который я порекомендовала под видео. Сразу же говорю, что мне не заплатил этот VPN. Был у меня запрос такой, и я потратила целый день, спрашивая своих друзей с Украины, с Беларуси, с Казаной, с Россией, и протестила на всех этих четверых людях в VPN, который мне посоветовало сообщество в моем телеграм-канале. Поэтому переходи, он идеально работает на все AI-тулы. Следующий тул, это AI-репетитор. Если у вас есть дети, вы просто очень curious человек, как я, любознательный, вам интересно обучаться знаниям, этот тул поможет вам в этом. Он может тебя научить и ответить на вопросы, которые тебя интересуют. Как он называется? Ты пишешь ему какую-нибудь тему, допустим, хочу изучить культуру Европы, хочу изучить культуру Азии, либо, как у меня в прошлом, ту ли мы увидели, я столкнула с тем, что я не понимаю, как мне писать Java. Я здесь пишу и оно сейчас выдадет материалы, где мне можно этому научиться, но это не все, смотрите дальше. Пожалуйста, и оно мне сразу же предлагает разные документы, где я могу этому научиться. Если что-то не получилось, вы переписываете ваш запрос. Допустим, я выбираю, и что здесь поражает, что это не просто какая-то статья, а здесь реальные уроки, ребят, смотрите. Я нажимаю начать урок, и вместо того, чтобы просто дать вам текст, она вам выдает его, и дальше, ребята, я просто в восторге, извиняюсь, но я очень мацанин человек, и для меня это, я прям поражаюсь. Дальше, вы можете уйти более глубже. Ты можешь написать, слышишь сильно длинный текст, мне нужно немножко попроще, и ты пишешь simplify, и он делает для тебя вот эту всю статью намного прочее и короче. Вот, с этой всей статьи он выписывает самое главное, дальше, если ты все равно не понял, ты говоришь, приведи мне примеры, examples, и оно тебе пишет, examples, concrete examples, objects, все. Дальше, что еще классное, ты можешь пройти квиз, насколько ты понял ту или иную тему. Если у кого-то из вас есть дети, это просто идеальное решение. Квиз, и дальше он у тебя тестит твои знания, понял ли ты или нет, что еще классное, ask a questions. И здесь задаешь вопрос, допустим, to start java script, либо вопрос по этой статье, и он тебе отвечает на него. Класс, ну класс же, поставьте лайк, это очень крутое предложение. А как его скомбинировать, допустим, с тем же Merlin, ты открываешь, копируешь, допустим, какой-то параграф, нажимаешь command M, высвечивается Merlin, и ты можешь задать уже вопросы по поводу вот этого. Комбинация супер работает. Следующий тул. Вы, наверное, слышали о генераторе картинок Meet Journey. То есть ты пишешь все, что хочешь, все, что приходит тебе в голову, а я генерирую тебе эту картинку. Это может быть сон, для веб-сайта идеи, это могут быть лого, это могут быть просто картинки, это могут быть фантазии, либо просто по приколу написать какую-то картинку сгенерировать ее. И Meet Journey, он правда очень хороший, он действительно работает. Минус только в том, что там настолько много людей сейчас, там, по-моему, несколько миллионов пользователей. И когда я заходила в Meet Journey, я буквально в смысле этого слова искала свою картинку несколько минут. То есть я дала ему запрос, из-за того, что, во-первых, много очень народа такая синге генерируется намного медленнее, и также, когда она сгенерировалась, ты ее ищешь. Потому что, кстати, миллионы людей одновременно пишут свои картинки. В бесплатной версии все люди видят твои работы, и, соответственно, ты тоже видишь работу других людей. И так как это миллионы пользователей одновременно используют это приложение, это просто невозможно найти свою картинку. Я нашла новый инструмент, который такой же, как Meet Journey, только там еще не так много народу. И называется он Blue Willow. Все, что тебе нужно, ты заходишь на веб-сайт Blue Willow, и дальше тебе нужно написать Blue Join Beta, и он тебя перекидывает в Discord-канал. Там ты присоединяешься, такую верификацию проходить не нужно, все, ты в Discord. Заходишь дальше в Рокки, в любой уроке, который ты хочешь только. Все, и ты уже генерируешь картинки. На самом деле, плюсы бесплатной версии в том, что классно, что ты видишь другие работы. Почему? Потому что, первое, ты можешь смотреть, как люди описывают твои картинки. Много раз, когда я только начинала пользоваться, я писала, а она мне просто не генерировала картинку. Я не понимала, да господи, что ж я не так написала, да? А еще раз повторяю, ребят, это не то, что они не знают, а просто мы не так разъясняемся. Как это работает? Покажу. Чтобы написать, ты нажимаешь слэш, нажимаешь imagine, и тебе сразу высечивается промп. И дальше мы вписываем картинку. Давайте, допустим, И ты здесь пишешь все-все-все критерии. Вписываем. И видите, Все, и ты дальше ждешь. Что мне очень нравится в Blue Willow, то, что когда картинка готова, тебе приходит звучок. Ты слышишь, что твоя картинка готова, что нет миджорни. Кстати, вот моя девочка. Как вам она? Что дальше? Вам генерируются 4 картинки. И дальше ты выбираешь, если ты выбираешь версию 2, версия 3, значит, тебе какая-то версия понравилась, и ты ходишь, чтобы по этой версии тебе сгенерировалось еще несколько картинок. Допустим, мне нравится версия 1, и она сейчас еще у меня сгенерирует 4 картинки. Кстати, вот моя картиночка. И дальше, если тебе понравилась какая-то версия, к примеру, мне понравилась третья. Я выбираю U3, и она мне генерирует эту картинку. Сейчас получше. Вот, и она мне выдает уже большую картинку. Все, которое я могу открыть в браузере и себе сохранить. Пожалуйста. Ну и напоследок ту, который больше подойдет, наверное, поибираться, но видео, которое он делает, он делает действительно очень довольно-таки интересными и уникальными. Называется Kyber. Он создал для того, чтобы воплощать твои идеи, то, что у тебя в голове, и делать из них видео. То есть то же самое почти, что Blue Willow, только он делает из этого видео. Давайте посмотрим. Он, кстати, сейчас в бета-версии, поэтому я думаю, что в будущем там будет еще больше разных инструментов. Заходим мы в Kyber. Здесь можно либо картиночку загрузить, чтобы по какой картиночке он бы ориентировался. Всякие разные настроечки, допустим, чтобы это двигалось 8 секунд, либо двигалось 18 секунд. Чем больше длина, тем больше кредита у вас списывается. Помните, что у вас всего 50 кредитов бесплатных, потом нужно будет платить. Дальше. I want to create a video of. И тебе нужно выбрать subject. Ты нажимаешь на select the subject, и тебе здесь разные subject. Также ты можешь закрепить свой новый. Ну, допустим, я хочу AI. И выбираю select the style, и здесь разные стили. Также ты можешь свой собственный стиль сделать. Мне нравится стиль поп-арт. Выбираем поп-арт и нажимаем сгенерировать, и посмотреть, что оно нам сделалось. Все ссылочки я оставлю в описании, поэтому сразу же переходите и пользуйтесь. Кстати, вопросик сразу к вам. У меня есть еще другие тулы, но они платные. Стоит ли делать обзоры на платные тулы? Или скажите так, какие тулы, какие стилистик вас интересуют? Генерирование видео, написание более профессиональных текстов, я не знаю, генерирование музыки, монтаж и все такое. Выписывайте мне то, что вас интересует, и я найду для вас что-то подходящее. Слушайте, мне вообще нравится. Я даже бы какую-то распечатала, бы я себя повесила в квартире. И ты выбираешь, какая тебе понравилась. Нажимаешь скачать ее себе, либо ты можешь посмотреть, какая она будет в твоем видео. Нажимаешь finalize video, и оно тебе уже create masterpiece. Вот, и получается потом вот такое вот видео интересное. Но также сюда можно загружать свои фотки. И свои фотки делать в других стилистиках. Выбираем мою фоточку, мой лоб, принеси. Все. И дальше select the subject style. Давайте поп-арт мне тоже нравится. Create a media. Подписывайся, если узнал для себя что-то новое. И пока до новых инструментов.